МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В информационной студии телеканала Север Любовь Пермякова в эфире новости дня. Авиарейсы отменяются. Компании-перевозчики из-за низкой загрузки бортов отменили большинство полетов на Ринмары обратно на этой неделе. Почтовое отделение работает в штатном режиме. Пенсии и почтовая корреспонденция пожилым людям доставляется на дом. Как лечили краснокнижную птицу орла на белохвоста? И где он обретет пристанище на время своего выздоровления? На эти вопросы ответим в ближайшие 20 минут. За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией заразились 1154 человека. По сути, страна преодолела психологический рубеж в тысячу человек. Ранее количество выявлений новых случаев инфицирования не преодолевало эту отметку. Всего заболевших в России коронавирусом в настоящее время почти 7,5 тысяч человек. Только 4 региона в Российской Федерации продолжают оставаться свободными от новой инфекции. Среди них Нинецкий автономный округ. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу у наших соседей в республике Коми, с которой у Наринмара есть прямое авиасообщение в город Сыктывкар и временное зимнее по автодороге Наринмар-Усинск. Только за последние двое суток в республике Коми подтверждено 42 новых случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших здесь, по данным на 7 апреля, 101 человек. Трое скончались. В республике введен режим самоизоляции. Почти 3,5 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением. Очаги заражения, учреждения здравоохранения Коми, районные больницы. Вчера также стало известно, по крайней мере, о 10 зараженных в 6 отделениях республиканской клинической больницы. Среди зараженных есть и медики. Ниницкий округ имеет прямое авиасообщение со столицы республики Коми, городом Сыктывкаром, а также временную зимнюю дорогу, связывающую Наринмар с соседним регионом. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию у соседей, на Лаевожской дороге в поселке Искателей установлен временный пост ДПС, где круглые сутки дежурят медики и работники ГИБДД. Они проверяют самочувствие всех въезжающих зимников Наринмар, После проверки измерения температуры каждого водителя, пассажира, мы записываем адреса. Если у кого-то какие-то признаки появятся, мы сразу же их можем установить по месту их проживания. Что касается авиасообщения, то, судя по информации, размещенной на официальном сайте Наринмарского авиапредприятия, рейс на Сыктывкар на этой неделе не планируется, как и во многие другие города, из-за низкой загрузки самолетов. Авиакомпании отменили рейсы на Москву с 7 по 10, а также 12 апреля. В Санкт-Петербург 8 и 10 апреля. На эти же даты отменены полеты в Архангельск. А вот авиасообщение с населенными пунктами округа сохраняется регулярным. Утром 7 апреля пилоты Наринмарского предприятия вылетели по маршрутам Нижняя Пешес-Напа-Ома-Вижес-Нейс, Харейвер-Харута-Харьяга. Вылетел борт и в Индигу. Судя по расписанию Наринмарского авиаотряда, вылететь из Наринмара в Москву или вернуться домой на этой неделе можно будет только в субботу 11 апреля. В Архангельск 9 апреля, 8 апреля в Челябинск и 10 апреля в Уфу. Между тем, в Наринмарском аэропорту осуществляются все меры необходимой безопасности. Прилетевших осматривают медики. Залы вылета и прилета дезинфицируются. Вчера в зале прилета был установлен тепловизор. В Наринмаре в режиме видеоконференц-связи прошло заседание оперативного штаба по профилактике коронавируса на территории Ненецкого округа. В ходе заседания оперативного штаба, который провел временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный из своего кабинета в режиме видеоконференц-связи, были обсуждены самые актуальные вопросы по вестке дня по профилактике опасной инфекции на территории региона. Но сначала о главном, о готовности учреждений здравоохранения округа к приему больных, зараженных коронавирусом. «Развернуты уже койки, 60 коек, они готовы к приему пациентов. У нас 33 койки с подачей кислорода, 17 коек – это центральная подача кислорода, 10 коек мы поставили баллоны, где можно это подавать, и 6 у нас концентраторов, которые преобразуют воздух кислород. Итого 33 койки с кислородом, 18 коек без кислорода, и 9 коек развернуты в оперблоке реанимационных. В принципе, мы готовы к принятию пациентов. И мы перепрофилировали, раньше мы рассматривали туб-диспансер, где создали койки, но учитывая, что там отсутствует кислород, мы все перепрофилировали на детское отделение окружной больницы. Это здание отдельно стоящее, оно полностью на сегодняшний день освобождено. И оперблок, он находится в главном корпусе, на верхнем самом этаже, он тоже сегодня готов. Там все оборудование стоит, эти палаты готовы к приему пациентов? Да. Когда мы сможем их посмотреть? Сможем завтра выехать и посмотреть на эти койки? Да, если в любое время они готовы к принятию пациентов. Принимается. Сергей Сверидов доложил также о поступлении в округ медицинских масок в количестве 90 штук и 1000 литров дезинфицирующих средств. Он заверил оперативный штаб и в обеспеченности с соответствующими антивирусными средствами стационаров больниц и аптек. Шла речь и о соответствующих доплатах медицинским работникам. Один из острых вопросов, как ограничить появление на улицах учащихся, находящихся на самоизоляции и продолживших на этой неделе дистанционное обучение. И как сделать это дистанционное обучение качественным? У нас с вами особый режим введен по школам. И дистанционное обучение действительно предполагает не передачу школьникам заданий, в какой книге что прочесть, и все, и забыли при этом о школьниках. Дистанционное обучение предполагает диалог учителя с учениками на удалении. Но уж никак не передачу этой информации, просто сбросили, какие книги читать и все. И после этого дети через 10 минут действительно гуляют по улице. Глава региона также дал поручение департаменту образования прибегнуть к положительному опыту, который наработан в других регионах. В связи с наличием многочисленных номеров телефонов, по которым предлагается жителям округа обращаться в те или иные службы в условиях пандемии коронавируса и которые просто невозможно запомнить, Юрий Бездудный предложил. У нас есть один телефон, состоящий из трех запоминающихся цифр. Это телефон 112. Предлагаю замкнуть все вопросы по коронавирусу именно на службу 112. Предложение было принято в оперативном порядке в работу. В ходе заседания оперативного штаба было высказано немало предложений о смягчении ограничительных мер в условиях повышенной готовности. В частности, мэр города Олег Белак предложил снять ограничения на льготы на проезд в общественном транспорте на Ринмара. На что руководитель департамента здравоохранения Сергей Сверидов категорически возразил, поскольку данная мера была установлена с тем, чтобы пожилые люди оставались дома в режиме самоизоляции. Ведь именно они в первую очередь подвержены заражению коронавирусной инфекции, причем чаще других со смертельным исходом. Точку в дискуссии поставил в Рио губернатора. Сейчас мы по сути предложили отменить все эти меры. Давайте откроем бани, давайте сделаем по-прежнему льготный проезд, разрешим малому бизнесу работать. Коллеги, это только потому, что у нас нет коронавируса. Безусловно, мы будем исходить из целесообразности, будем мониторить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и принимать ситуативно какие-то меры. Но сейчас возвращаться к тому периоду до, скажем так, появления коронавируса тоже не хотелось бы. Давайте очень аккуратно будем применять все эти меры. Добавлю оперативный штаб о профилактике коронавируса в Ненинском округе работает в круглосуточном режиме. Иван Никонов, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Пенсии, социальные пособия с доставкой на дом. В филиале федерального предприятия Почта России в Ненинском автономном округе заботятся о безопасности пожилых людей. Временная мера введена на период действия в регионе ограничений, направленных на недопущение появления и распространения коронавирусной инфекции в НАУ. Жители округа в первую очередь старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Отделения почтовой связи в Ненинском округе работают в штатном режиме. В операционных залах сотрудники и посетители соблюдают меры предосторожности. В частности, в центральном отделении на Смедовиче 25 изменен клиентопоток, расширен операционный зал, появилась разметка на полу для соблюдения дистанции. Кроме того, во всех отделениях связи два раза в день полная дезинфекция помещений всех поверхностей, два раза утром и вечером полная уборка. Удобнее, нет посетителей, скорость быстрее, то есть два почтальона работают. В данный момент удобно. Я только зашла и вышла, поэтому мне сложно сказать. Народу нет, значит, хорошо соблюдают. Основной упор сейчас сотрудники почты делают на доставку пенсии и корреспонденции на дом пожилым людям и тем, кто находится в режиме самоизоляции. Почтальоны отмечают, что пенсионеры стали реже бывать в отделениях связи. Ну, поменьше. Видимо, те, кто не знают, они все-таки ходят, либо те, кто не хотят сидеть дома. Их это бывает не останавливает. Так, в основном доставляем все на дом. Вы предупреждаете, говорите, что есть? Да, предупреждаем. Даже если сюда приходят, предупреждаем. Берем номера телефонов, созваниваемся и доставляем на дом. Кроме того, в филиале изменили работу каждого операционного окна. На Смедовича-25, например, отделение работает с 11 до 19 часов без обеда. В субботу с 11 до 18, а в воскресенье с 11 до 14 часов. В городе отделение связи открыто с 9 до 16 часов без перерыва на обед. Отделение почты в населенных пунктах работают в обычном режиме. Сейчас для нас самая главная задача – это доставка пенсий. То есть мы для себя поставили задачу, что до 10 апреля мы должны весь массив пенсии выплатить. Но сейчас, на данный момент, у нас выплачено 30%. Сейчас идет доставка в населенные пункты. Практически все уже доставлены и будут выплачиваться. Надо отметить, что из этих 30% всего один приходится на получение пенсии в кассах почтовых отделений. Для тех, кто не знает, как заказать доставку корреспонденции и пенсии, можно позвонить по телефону 8-911-875-2301, 8-800-200-50-55 или по стационарному номеру 4-30-13-4-21-02. Доставка осуществляется бесплатно на следующий день после обращения по указанному номеру телефона. Кроме того, для пожилых людей предоставляется услуга по оплате коммунальных платежей на дому. Открыта доставка продуктов питания, которыми торгуют на почте. Если все-таки ситуация будет ухудшаться, то в филиале мы предприняли следующие меры. Мы создали мобильную группу почтальонов и операторов и определили две точки, которые будут предоставлять услуги почтовой связи. Это Смедовича-25 и поселок Искатели. То есть люди из мобильной группы, они не будут привязаны к отделению связи. То есть, соответственно, любой из этой мобильной группы может работать либо в центральном офисе, либо в поселке Искатели. Вместе с тем на почте заботятся о здоровье сотрудников. Все почтальоны обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для сотрудников мы сейчас и, наверное, в каждой организации делаем упор, чтобы люди были защищены. Соответственно, мы выдали маски, перчатки. И каждые два часа у нас проводится замер температуры у каждого сотрудника, фиксация в журнале. Если какие-то симптомы возникают, сразу человек отправляем домой. Между тем, несмотря на различные ограничительные меры, сокращение количества авиарейсов на Ренмар, вся корреспонденция доставляется в город в штатном режиме. Без перебоев работают распределительные центры, корреспонденции, посылок. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе работа на Ренмарского АТП продолжается в обычном режиме. Для безопасности жителей региона автобусы дезинфицируют специальными средствами. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Безопасность сотрудников на Ренмарского АТП в центре внимания руководства предприятия. При предрейсовом осмотре кондукторов и водителей измеряется температура и проверяется общее состояние, выдаются перчатки и маски. Не меньшее внимание уделяется безопасности пассажиров на городских маршрутах. Дезинфекция проводится. То есть на конечных остановках в морпорту и в поселке Искатели у дежурных уборщиков, у нас там есть дежурные уборщики, есть дезинфицирующие средства, они выданы перчатки, одноразовые слофетки. И когда автобус находится на перерыве между рейсами, значит они проходят по автобусу, протирают поручни, значит пинки сидений, то есть там, где люди берутся руками, вот те места. И плюс еще каждый день после окончания смены при мойке автобуса, значит водители дополнительно дезинфицируют, то есть опрыскивают препаратом дезинфицирующим и протирают тоже поручни и сидения. Всю прошлую неделю Наринмарское ТП работало в ограниченном режиме по количеству сотрудников, задействованных в производственном цикле. То есть сотрудников, которые работали на вспомогательном участке, в ремонтных мастерских, отправили домой на самоизоляцию. Сегодня предприятие работает в обычном режиме. Сотрудники, которые старше 60 лет, кто изъявил желание, те на самоизоляцию, у нас такие три человека. Вот остальные все работают в обычном режиме. Что касается пассажиропотока, то он однозначно сократился. Однако, по словам директора муниципального унитарного предприятия Наринмарского ТП, Виктора Калюжного, убытков предприятий не понесет. По убыткам, значит, убытки мы, ну сейчас трудно сказать, конечно, но я думаю, что не будет таких больших убытков. То есть количество плановых рейсов мы не и меняли. Работаем по расписанию, по такому, как у нас прописано в контракте. Поэтому, соответственно, те деньги, которые мы должны заработать по контракту, мы их и заработаем. Понятно, что выручка наличная, да, она сократится, но насколько пока не могу сказать. Количество пассажиров сократилось, но насколько тоже пока сейчас не могу сказать, но посчитать, но так приблизительно процентов на 25, наверное, 30. Добавлю, льготные проезды временно приостановлены. Это сделано для того, чтобы лица старше 60 лет и учащиеся оставались дома. Пик пандемии в России еще не пройден. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Раненого орлана нашел житель региона и передал в город для оказания необходимой ветеринарной помощи. О судьбе хищной птицы в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Николай Канев вез сестру из города в деревню Пылемец. Поездка не предвещала приключений. Однако Николая встретил друг с необычной птицей. Он катался на лыжах и наткнулся на него. Но он ее нашел, она была, получается, на спине, лапами кверху лежала. Друг Николая Константин не растерялся и сразу же привез птицу домой. Орлан Белохвост был ранен и ему требовалась помощь ветеринаров. Ну, я приехал сюда, получается, в 12 ночи, в начале первого. В эту же ночь я вконтакте информацию скинул, что такая-то ситуация. Ну и ждал, что дальше это, куда обращаться. Отзывчивые жители города сразу стали советовать Николаю различные ветеринарные организации. Одна из них была ветклиника «Четыре лапки». Утром Николай с Орланом обратились к специалистам организации. Врачи сделали птице рентген и необходимые процедуры. Орлан Белохвост – самая крупная хищная птица, размах крыльев которой достигает 200-245 см, а вес – до 6 кг. Данный вид занесен в «Красную книгу». При осмотре ветеринарами Орлан вел себя достойно, не сопротивлялся. Чем очаровал врачей? Это такой крутой хищник. Он понимает, что с ним делают. Его трогаешь, он ведь даже ни разу не клюнул. Насколько бы больно ему не было, он выдержку такую «пожалуйста, гладьте меня, так уж и быть». И вот это восхищение над поведением данного хищника просто нет эмоций. По словам ветеринаров, птица должна находиться в закрытом помещении с хорошим питанием. Уже по истечении трех недель, когда полетные функции будут проявляться, Орлана необходимо отправлять в полет по помещению. Когда полетные функции будут полностью стабильными, птицу можно отпустить на волю. Однако, так как птица не ручная, Николай обратился в соответствующую организацию. «Сегодня съездил в департамент природных ресурсов, оставил свои контактные данные. Сказали, ждите, позвоним. Сидим, ждем». Специалисты департамента достаточно редко сталкиваются с подобными случаями. И как нам сообщили в департаменте природных ресурсов, в данный момент они ищут организацию, которая могла бы взять для себя профессиональный уход за хищной птицей. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. 7 апреля в преддверии Вербного Воскресения и Пасхи верующий отмечает один из важнейших христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, праздник Благовещения посвящен дню, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил. Он возвестил о том, что вскоре ей предстоит стать матерью Сына Божия, Спасителя всего мира. В Богоявленском соборе на Ринмара в этот день прошла праздничная служба. Прихожан было немного. Это связано с ограничительными мероприятиями в связи с пандемией коронавируса. Я хочу прежде всего поздравить соотечественников северян с праздником Благовещения. Это действительно праздник весны. И смысл богослужений и приближения к Пасхе ощущается. Солнце, состояние человеческих душ в этой радости. Потому что Благовещение – это пришествие сердца человеческие, благой, доброй вести о том, что придет Спаситель. Что начало, как говорится в церковном песнопении, в этом гимне, главизна нашего спасения уже стала реальностью. С Божьей помощью мы сегодня отслужили в нашем храме, потому что мудрое слово нашего архипастре и первосвятителя, патриарха Московской Весеруси, призвавшего, и мы разместили на своем сайте, я зачитывал своим прихожанам в предшествующий воскресный день это обращение, призывает к всем к благомыслию. Самое главное – добродетель человеческой жизни – это не что иное, как благоразумие, которое на церковно-славянском языке означает слово «смиренно-мудрее». Это означает, что мы должны на Бога надеяться, а самим не плашать, потому что Бог нам дал разум, руки, способность, волю. Мы должны ограждать себя от всяких напастей и опасностей. Пришла на службу с младшим братом и мамой в Богоявленский собор в Благовещении 18-летняя София Попова. У нас прабабушка очень верующая, мама моя очень верующая, ну и мы с братом тоже. Я в детстве посещала воскресную школу, вот, прочитала детскую библию, ну и Матвей сейчас тоже приучаем к этому. Жителям я пожелаю больше добра, наверное, в сердце, потому что сейчас такое время, что без этого никуда. И терпение, и, наверное, все равно молиться, и в своем сердце иметь вот эту вот доброту и эту веру. Любовь Примякова, Ольга Малыгина, телеканал «Север». Такова информационная повестка дня. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Продолжение следует...